всем привет всем здравствуйте меня зовут елена канал посвященный вязанию собственно в названии все написано сегодня буду квасаться благо есть есть у меня пополнение в запасах вот как это батарея из бобин выглядит пряжа вся итальянская вся необычная пряжа относится классу премиум и заодно похвастаюсь конечно сначала потом я вам собственно покажу это заветное местечко где можно пряжу приобрести большое вам спасибо что так благоприятно с благосклонности приняли видео такого рода мне было очень приятно ваше внимание ваши комментарии я решила что снова вас побалую свожу на экскурсию ну а заодно может быть кого-то познакомлю с новым местечком может быть вы даже не знаете что такие магазины есть это будет для вас новое открытие ну собственно вот что у меня есть такого красивого цвета вообще необыкновенно красивая здесь зелень с люрексом разноцветным смотрится потрясающе кстати у меня есть очень похожая пряжа но внешне похожая состав там конечно совсем другой большой бобине такого красивого насыщенного глубокого изумрудного цвета здесь альпака ну альпака естественно полиамид и люрекс а здесь вот в этой маленькой бабинки здесь но практически она вся состоит из синтетики здесь лишь 10 процентов шерсти вот собственно видите да здесь все написано линия пью маффин да наверное так это считается здесь всего лишь 10 процентов шерсти как я сказал ну а дальше все идет синтетика фиброполиамид полиэстер до толщина нити здесь 140 метров на 100 граммов цена вот вы сами видите какая ну и вес бобины 200 грамм я взяла для того чтобы связать себе шапочку и возможно оставшиеся нить пущу на отделку для других шапок да то есть не целиком буду вязать шапки потому что но синтетика не все любят не все понимают а вот в качестве отделки я думаю что это классный вариант следующая бобинка шикарная она мне очень понравилось тоже вот вы видите собственно вся информация здесь тоже классный состав здесь лен вискоза ну и там синтетика ниточка 200 метров на 100 граммов приходится не дешевая да не дешевая 400 рублей стоит 100 граммов я приобрела 350 граммов бобинку это будет летний топ ну а если останется то тоже естественно все что у меня остается я всегда все пускаю на отделку но это наверное уже будет на следующее лето сейчас уже наверное это не очень актуально просто ниточка понравилась следующая бобинка просто потрясающей красоты она на меня смотрела очень пристально кстати там было несколько похожего плана бобин только другого цвета но потом в дальнейшем если вы не выключите это видео если не переключитесь то вы посмотрите я покажу вам какие там еще будет классные цвета это шнурковая пряжа очень тоже интересное такое в нее плетение естественно разумеется это чисто отделочная пряжа потому что но целиком из этой синтетики вязать я думаю что просто бессмысленно да это чистая стопроцентная синтетика следующая пряжа как просто потрясающая я сразу вот как только я увидела сразу решила что я ее беру она меня дожидалась настолько красивый глубокий цвет он но камера однозначно вас обманывает собственно как всегда вы уже должны это знать здесь гораздо глубже полутона проскакивают то есть она вроде бы серая но знаете как будто бы из глубины пробивается очень настойчиво пробивается голубой очень красиво то есть не такой очень-очень деликатный меланж состав здесь замечательный я думаю что вы сами видите да такой пушок красивый 80 процентов альпаки на самом деле 8 процентов шерсть и 12 процентов полиамида вот собственно вся информация вы все видите да то есть у меня здесь 450 граммов на конусе это здорово это много так следующее это зигнобару пупряжа многие из вас конечно знают эту марку 80 процентов мериносовая шерсть экстрафайн 20 процентов шелк ну понятно что пройти мимо такой потрясающей красоты невозможно цвет чисто мой я очень люблю такие холодные сиреневые тона которые подчеркивают белизну кожи и поэтому девочки если вы светлокожие то я вам рекомендую обратить внимание на такие вроде бы казалось бы пастельные приглушенные оттенки но при этом они холодные это довольно редко бывает в пастели собственно вот вы сами видите тоже вся информация про эту ниточку стоимость до стоимость кусается 500 рублей за 100 граммов но что говорить итальянский меринос шелком в общем то я думаю что цена оправдана а вот пряжа честно говоря спорная сейчас поясню люблю хаки вот прям очень люблю хаки а прошлое видео показала что немного людей его любят вот это платье которая тунику которую я показывал в прошлом видео от видовую многие написали что цвет не понравился он такой старушечий такой нерадостный суровый прибавляет возраст прибавляет хмурость какую-то образу но в общем вот вот такие были отзывы да я во многом ты согласна я же не спорю но но люблю ну что поделать ну люблю но тянется рука не могу в общем вот такого классного цвета детской неожиданности по-другому не назовешь потому что именно так это и выглядит ну нравится ну ну вот но ничего не могу поделать в общем я приобрела эту пряжу конечно же однозначно это будет видовый кардиган той самой модели которую мы с вами вместе вязали все лето дружно повезу его на выставку если успею связать повезу его на выставку если никто не приобретет вот честное слово заберу себе и все равно без разницы что я буду на 25 лет старше выглядеть как мне писали в комментариях вот без разницы честно ну нравится состав здесь вот такой 80 процентов мериносовой шерсти 20 процентов полиамида 280 метров на 100 граммов ниточка довольно толстая как по мне для подобного кардигана поэтому спицы наверное придется взять потолще но вообще посмотрю посмотрю как будет себя вести можете она будет настолько безбожно косить что идею с кардиганом придется отложить посмотрю в работе пока что только лишь озвучиваю планы на эту ниточку а что будет в реальности как говорится поживем и видим ну и крайняя бобинка вот такая она тоже прикольная этот видик здесь но здесь полушерсть да то здесь шерсть 5 процентов акрильчик и полиамид понравилась расцветка понравилась цена не пугайтесь здесь немножечко неправильно написано цена здесь 210 рублей за 100 граммов я считаю что для итальянской полушерсти это тоже в принципе приемлемая стоимость нормальная приемлемая стоимость 700 граммов я взяла бобину то же самое это будет кардиган такой спокойный видовый кардиган который будет искать себе хозяйку то есть на продажу ну вот собственно я похвасталась с вами поделилась планами показала что у меня будет в работе ближайшее время а мы с вами сейчас отправляемся на экскурсию пошли пошли погуляем ну и прежде чем мы с вами пойдем сейчас гулять в этих полок я пожалуй отвечу на те вопросы которые возможно у вас могут возникнуть этот магазин называется три петельки инстаграм ссылку на инстаграм этого магазина и на любые другие контакты которые я найду я оставлю внизу под видео в инфобоксе для того чтобы посмотреть инфобокс вам нужно опустить взгляд вниз под видео нажать стрелочку для того чтобы открылся этот вот участок до инфобокс и вы там увидите ссылку собственно там все найдете магазин находится в москве как ориентир для вас эта станция метро ближайшая станция метро алексеевская но там придется пройти если вы не на машине поедете пешком своим ходом то тогда вам придется там пройти ну яндекс карты помощи на самом деле в инстаграме у этого магазина есть подробное описание как до них добраться и как их найти потому что они находятся не в торговом центре и это не отдельное торговое помещение это больше похоже на склад или на место самовывоза для тех кто покупает в интернет-магазине но не хочет допустим чтобы присылали по почте хотел бы сам приехать то есть это в какой степени больше похоже на склад но надо сказать что выбор здесь действительно замечательный то есть по большому счету вот все то что я увидела понятно что я не могла охватить абсолютно каждую бобину и все-все-все но вот то на что мой взгляд падал я отмечала что это все пряжа премиум класса по крайней мере бренды которые вот я точно знаю которые мне на глаза попадались например вот вы ну вы тоже и все конечно же знаете это лана гата всем известно это лора пьяно это ланоса вул это альпис это лизин кстати вот если недавно узнала про такую пряжу я утрат же не слышала кирман филатура папе фабио известная итальянская пряжа петти филати зегна баруфа ну в общем все 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 вот эти вот известные бренды которые себя действительно хорошо зарекомендовали вы можете много много работ видеть у разных вязальщиц у разных мастеров в общем здесь вы конечно все это найдете по составам давайте тоже сразу озвучу потому что ну понимаю что эта тема такая интересная значит здесь прямо реально все разделено хорошо по секторам и вы сразу сходу мы найдете здесь есть як классно я вот например честно признаюсь никогда до этого не держала в руках як я впервые вот здесь вот прям вот пощупала потрогала ну на зуб не пробовала честно обманывать не буду только лишь трогала кашемир стопроцентный кашемир смесовки всевозможные там например 20 процентов кашемира 80 процентов мериноса да то есть вот таких очень много пряжи но и в том числе и стопроцентный то есть как я сказала смесовок здесь очень много надо просто прям ходить выбирать смотреть естественно меринос причем тоже меринос чистый стопроцентный меринос шелком меринос хлопком меринос соль но вообще такой интересный состав я вот честно говоря ну не встречала такие раньше может просто не обращала внимание но как-то вот так же кашемир шелком вообще здесь от чистый шелк есть буретного шелка нет сразу говорю потому что мы сходу мы с мамой были в этом магазине мы сходу когда зашли сюда сразу поинтересовались у татьяны у хозяйки магазина если буретный шелк она сказала что нет сейчас пока они вот с ним не работают ну кто знает возможно изменится есть достовисно наверно вот на эту тонюсеньку ален больше бы шелка хорошо 50 на 50 бывает же лен 50 шелка 50 льна уже не встречала такого давно возьмите шелк стопроцентный он как раз вот стоит сверху да нет он будет ваши тряпочки но не к нему а к тряпочке совсем другой оттенок но тот лучше сочетается правда а зачем тебе вот эта привязка к составу что еще тут есть интересное ну разумеется ангора альпака хлопок но его сейчас меньше потому что сейчас впереди уже осень твида много потом что я видела лен чистый лен кидмохер потом всевозможные шнурковые пряжи причем интересные и шнурковые с альпакой ну то есть все зимние варианты шнурок хлопковый летний видела классный отдельно продаются пайетки отдельно продается люрикс тоже вот отделочные все вот эти интересные пряжи много кидмохера но как мне показалось это кидмохер не нашел как кидмохер на полиамиде возможно ошибаюсь но по крайней мере выбор есть также букляшки разные кстати вот моя мама она искала себе букляшку букле интересного такого цвета необычного что-то между кирпичным между таким горчичным в общем ржавый настоящий осенний цвет к сожалению такого именно цвета она не нашла но зато нашла другую приглушенную спокойную в бежевый уходящий бежевый цвет пряжу вот собственно вот такие очень интересные варианты здесь вы найдете причем как я сказала уже да хорошо что полки четко разграничены по составам и можно прям вот ходить выбирать а кстати да отдельная полка посвящена шотландской шерсти стопроцентной это лэмп свол очень красивые расцветки просто фантастически очень природные такие глубокие вообще ну конечно это не новость ни для кого настоящая такая вот пряжа премиум класса она выгодно отличается от может быть даже аналогичного состава но пряжи более бюджетный именно глубиной расцветка да то есть очень необычным сочетанием цветов подборкой там где видна рука дизайнера колориста а еще я спросила татьяну хозяйку магазина ну собственно том как это пряжа попадает к ним понятно что я подробности там бизнес модели и и дело не выясняла такие вопросы я не задавала конечно но она рассказала что пряжу она лично сама с супругом выбирают в италии то есть они едут непосредственно различные склады знакомятся сотрудничают с производителями пряжи либо с дистрибьюторами официальными пряжи и делают заказ уже непосредственно там выбирает она сама то что нравится ей а также то что заказывают клиенты то есть как татьяна сказала в принципе можно сделать заказ если вас интересует что-то какая-то конкретная пряжа какого-то конкретного состава или конкретного производителя то она может поработать с этой информацией по возможности заказать ее для вас вот такое предложение ну так же здесь продаются инструменты спицы и еще есть кружева причем кружева какого-то итальянского дизайнера я честно говоря не уточняла какого именно как-то пропустила мимо эту информацию ну да видишь как здорово действительно и вот тебе рука да мне надо на воротник и на манжет а это и есть как можно как на школьной форме как на школьной форме вот это вот и есть а как воротник с него сделать полукруглый виду что вырезать он так и будет не там и этот край не вырезать он будет вот просто сделать в одном в одном месте такую как это сборочку или сажать на тесьму на тонкую тесьму красиво мне нравится что он законченный ну что очень часто кружевом встречаются когда узор не законченную просто обрезается машины сверху и все одеть но вот тут из этого боку да вот я про это и говорю когда он законе когда кружева законченная вот этот вот если был он белый я вот это вот срезаю и она по кругу ложится на той прямом да там вот так вот так кроить надо чтобы он лег чтобы он не топорщился не стоял а чтобы лег на плечах он вот так вот а какой вариант вариант на коклюшках заказывать но это надо прям действительно да чтоб тебе форму сразу в этом внешне такой прям его в руки берешь ну собственно на этом все если смогла вас порадовать таким пряжным десертом то конечно не очень приятно рада была снова с вами пообщаться прощаюсь ненадолго до новых встреч счастливо м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok